В объединённом институте ядерных исследований побывали представители итальянской компании ASG Superconductors во главе с председателем совета директоров этой фирмы Винченцо Джиори. Директору ОИИ их представил атташе по науке посольства Италии в России профессор Пьетро Фре. Мегапроект Ника сейчас находится в поле зрения компании, которая является разработчиком и производителем сверхпроводящих магнитов. Эта компания очень высокотехнологичная, которая изготавливает сверхпроводящие магниты для всех самых крупных проектов в этом мире. То есть они сделали очень успешно сверхпроводящий магнит для установки CMS на Большом Адронном коллайдере. Это крупнейший в мире сверхпроводящий магнит. Они делают обмотки ещё большего размера для очень крупного международного проекта ИТЭР, который сейчас развивается во Франции, для ряда японских крупных проектов. Поэтому в мире на сегодня существует две или три компании, которые могут, обладают такой технологией, создают такие крупные магниты. Поэтому когда мы решили или думали на кого сделать, значит с кем договориться о производстве такого же большого магнита для нашего МПД, это крупнейшая установка у нас из двух для НИКИ, то конечно наш выбор пал на эту компанию. Компания ESG сможет изготовить необходимый для Объединённого института ядерных исследований элемент установки и даже принять участие в совместных проектных работах. «Мы много слышали об этом институте, знали о нём, но впервые приехали в этот институт для того, чтобы убедиться воочию. И мы убедились, и мы очень восхищены. Мы на самом деле, эмоции нас переполняют, потому что мы видели, что здесь делаются очень интересные проекты, в которых мы на самом деле заинтересованы и заинтересованы в этом сотрудничестве». В лаборатории физики высоких энергий учёные попытаются смоделировать процесс первых мгновений возникновения Вселенной несколько миллиардов лет назад. Коллайдер должен стать лучшей установкой для проведения экспериментов по физике тяжёлых ионов. Параметры этой установки, а это высокая энергия, колоссальная плотность вещества и разнообразие сортов исследуемых частиц, открывают возможности не только для фундаментальных исследований, но и для целого ряда прикладных задач. От углеродной терапии, тестирования электроники для космических программ, до новых подходов к получению энергии. К 2017 году физики всего мира ждут начала работы комплекса. В кольцах коллайдера будут сталкиваться протоны, и здесь очень сложной задачей является создание детектора MPD. Он должен эффективно идентифицировать продукты соударения ядер и измерять их параметры для изучения сильно взаимодействующей материи. Магнит установки MPD предназначен для создания в его апертуре диафрагме однородного магнитного поля. Конструкция магнита и его рабочие характеристики подбираются с целью обеспечить высокую точность трекинга. «Наша компания имеет большой опыт в разработке и создании сверхпроводящих магнитов и сопутствующего оборудования. Конечно, мы будем дорабатывать до того уровня, чтобы соответствовать тому проекту, который у нас реализуется в Дубне». Что касается оборудования для коллайдерного комплекса «Ника», то производить его будут в России и за рубежом. Так, на Урале сформирован альянс нескольких предприятий, которые сделают вакуумные камеры и элементы сверхпроводящих магнитов. Польша отвечает за криостаты и вакуумные камеры. Словакия – за систему питания. Китайский институт физики плазмы готов сделать высокотемпературные сверхпроводящие кабели. А итальянские производители сверхпроводящих магнитов у себя на родине обсудят с коллегами перспективы сотрудничества с Объединённым институтом ядерных исследований, чтобы затем вернуться в Дубну уже с конкретным намерением принять участие в проекте «Ника». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова